Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу с вами поделиться о теме, как избавиться от проклятий, угнетения демонического и как мыслить позитивно. Вы знаете, Иисус, Он наш Господь, и Он пришел в этот мир, чтобы нас избавить от всякого зла, от всякого проклятия. Написано, что Он забрал наши грехи и наши болезни. Вы знаете, всякое демоническое угнетение, проклятие – это все наши болезни, это все грехи. И Иисус, Он забрал все на Голговский крест. И поэтому мы просто должны, обязаны жить в радости, в благословении и видеть всегда победу. Я хочу прочитать одно местописание, которое вас благословит. Иоанна, 5 глава, 1 стих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Это очень сильное заявление, и это истина. Написано, всякий, кто верит, что Иисус есть Господь, тот рожден от Бога. Это самое главное, что нужно знать любому человеку, что ты родился от Бога. Каждый знает, что ты родился от своих земных родителей. Те люди, которые не знают родителей своих, конечно же, они страдают. Они хотят найти родителей своих, увидеть их. Вот, к сожалению, мы видим в мире много зла, и много людей отдают своих детей в детские дома. И эти дети, они мечтают. У кого-то скрытая, у кого-то явная такая мечта увидеть своих родителей, познакомиться с ними. И, конечно же, услышать от них, что вот они не специально, они не хотели вот так вот, что-то там произошло в жизни их. По какой причине, почему они отдали их в детский дом. У каждого человека есть нужда знать их родителей. И вы должны понять, если вы уверовали в Иисуса Христа, если вы призвали Иисуса Христа в свою жизнь, написано, вот всякий, призывающий имя Господне, будет спасен. Всякий человек. Если вы никогда не призывали Иисуса Христа в свою жизнь, вы можете прямо сейчас своими словами сказать, Иисус Христос, войди в мою жизнь, стань моим Богом и Спасителем. Вот такие короткие слова. Но Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Что это значит спасен? Спастись может лишь только тот, кто родился от Бога. Ты не можешь спастись, если ты не рожден от Бога. Это только для его детей. И вот чтобы родиться от Бога, тебе нужно верить в Иисуса Христа. Только лишь вот это. Кто-то считает, что тебе нужно жить такой святой жизнью, стать монахом. Конечно же, нам важно жить правильно. Но не это условие для рождения свыше. Писание говорит, всякий, вот вдумайтесь, всякий, кто верит, что Иисус есть Господь, от Бога рожден. И вот вы должны знать своего Отца. Тут уже сам Бог бегает за нами. Писание говорит, не мы Его призвали, а Он нас призвал. То есть сам Бог, Он заинтересован в тебе. Писание говорит, что Бог отдал Сына Своего за нас. Почему? Потому что Он так сильно нас возлюбил. То есть и Бог нуждается, чтобы ты знал, что Он твой Отец. И ты от Него родился. И вот мы должны к Нему прийти, понимаете, и познать. Просто осознать, что у тебя есть Отец. И не твой отчим, а настоящий родной Отец, от которого ты родился. По вере в Иисуса Христа. Если ты родился от Бога, вот какое твое родословие? Родословие твое очень серьезное и очень влиятельное. Многие люди, понимаете, они мечтали бы, чтобы у них были какие-то известные, хорошие родители. Вот твой Отец – это Бог богов. Потому что ты когда-то или сейчас ты призвал Иисуса Христа в свою жизнь. Ты веришь в Него, и поэтому ты родился от Него. Даже если ты не ощущаешь, никто не помнит, как они родились. Также, если ты не ощущал, что ты вот именно родился от Бога, это не значит, что этого не было. Это произошло. Это произошло в духе. В этот момент ты родился от Бога. И ты стал новым творением. И твой Отец теперь Бог. И твое родословие, оно божественное, оно святое. Соответственно, дорогие друзья, о каком родовом проклятии может идти речь? Родовое, вот вдумайтесь, родовое проклятие по роду. То есть кто-то, у кого-то родители, бабушка, дедушка колдовали, что-то делали еще. То есть, да, это твой род. Но в тот момент, когда ты призвал Иисуса Христа в свою жизнь, твой род по плоти физически, он закончился. Он остановлен. Почему? В Библии написано, что мы умерли со Христом. То есть в тот момент, когда ты призвал Иисуса Христа, что произошло в духовном мире? Первая смерть твоя от всех этих родовых проклятий. Самое главное, от рода Адамова. Наш прародитель Адам. А все проблемы это от Адама. Это тянется все, потому что грех, проклятие в крови Адама. И это все передавалось по роду. Но когда ты призвал Иисуса Христа, ты умер для Адама, для вот этой природы. И ты отсечен был от этого рода своего проклятого. И ты теперь привит к Иисусу Христу, к Богу. Теперь у тебя божественное происхождение. Ты святой. И ты должен это знать, осознать и, конечно же, пережить. Верить в это. Ты должен соединить себя с божественным происхождением. Ты родился от Бога. Все. И с этих пор всякое проклятие остановлено. Теперь твой род, родословие твое святое. И поэтому, дорогие друзья, вот примите вот это. Примите новое родословие свое. Вы родились от Бога. Также я еще хочу прочитать одно местописание. Кремленам 14 глава, 14 стих. Написано, говорит апостол Павел. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Это очень мощное и сильное заявление, которое верующие должны знать. Апостол Павел говорит. Я сам себе ничего не нахожу нечистого. Хотя апостол Павел до того, как пришел ко Христу, он гнал христиан. Он не был хорошим человеком. Он был жестоким человеком. Он написано, за волосы вытаскивал христиан из их храмов и бил их и даже убивал. И он благословлял убийство христиан. И его благословили на то, чтобы он шел и выявлял христиан и их уничтожал. Слава Богу, апостол Павел пришел к вере в Иисуса Христа и он стал новым творением. Он заново родился от Бога. И вот тут он уже стал чистым. Почему? Потому что он родился от Бога. Если, скажем так, свинья. Что бы ты с ней ни делал, она всегда останется свиньей. Почему? Потому что это ее ДНК. Она родилась свиньей. И так же само, если вы человек, захотите стать собакой. Вы приделаете уши себе, хвост, будете ползать на четвереньках, даже лаять. Вы все равно не станете собакой. Почему? Вы родились человеком. Вот вы должны осознать, вы родились от Бога. И вы теперь Божий Сын. И по своей природе вы святой человек, чистый человек. По своей природе. Даже если вы оступились. Вот по своей природе вы Божий Сын. Вы праведник. Вы святой. И вы чистый. И вы должны это принять. И апостол Павел говорит, я сам себя почитаю чистым. И лишь только тот, кто считает себя нечистым, вот тот нечист. Понимаете, дорогие друзья, откуда к нам приходят многие проблемы? Откуда к нам приходят навязчивые мысли? Негатив вот этот весь, да? И так же самое проклятие. Потому что вы это все притягиваете. Вы считаете себя проклятой. Вы считаете себя неудачником. Вы считаете себя грешником. И поэтому, конечно же, это к вам приходит. Есть местописание, в Библии написано, каковы мысли в душе его, таков и он. Каковы мысли в душе его, таков и он. Какие мысли в душе твоей, такой и ты. Если ты мыслишь о себе неправильно. Мыслишь, что ты грешник. Что ты проклятый. Что ты несчастный. Неудачник. Конечно же, такой и ты. Такая и будет жизнь у тебя. Но если ты почитаешь себя чистым, Божий Сын, ты родился от Бога. И это написано в Писании. Это не просто выжато из пальца. Понимаете, дорогие друзья? Это не просто самовнушение. А это Писание. Если ты веришь в Божие Слово, как истину. А это единственная истина. И ты это принимаешь. Ты должен почитать себя. Именно считать себя. Я чист. Я праведник. Я не проклятый. Я благословенный человек. Я счастливый человек. Я успешный человек. Просто даже вот эта мысль, она многих избавит от всякого демонического угнетения. От всех проклятий. Это просто от вас уйдет. Потому что у многих проклятие именно в мыслях, в голове. И вы просто как магнит притягиваете это все к себе. Так говорит Писание. Тот, кто почитает себя нечистым, он нечист. То есть продолжите эту мысль сами. Тот, кто почитает себя проклятый, проклятым, проклятый. Тот, кто почитает себя грешником, грешник. Понимаете? Продолжите ее. Но вы должны изменить ход мыслей своих. Вы должны думать теперь вот так. Что я праведник. И если ты почитаешь себя праведника, ты будешь праведником. Если ты почитаешь себя благословенным, ты будешь благословенный. Твоя жизнь, она будет благословенным во имя Иисуса Христа. И я хочу вот прямо сейчас еще помолиться за кого-то, кто вот страдает от этого демонического угнетения. Во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас высвобождаю Божию свободу. Я развязываю ваши мысли и вашу душу для истины. Чтобы вы приняли Божие Слово. Что вы чисты. Что вы праведны во имя Иисуса Христа. Я разрушаю всякое демоническое давление и всякое проклятие над вашей жизнью. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Примите свободу прямо сейчас. Примите Божью истину прямо сейчас. Все, что вам мешает принять Божие Слово и истину о Боге и себе. Пусть это будет разрушено прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю. Я говорю, что вы чисты. Вы благословены. Вы праведны. Вы счастливы. Вы богаты во имя Иисуса Христа. Почитайте себя богатыми. И вы будете богат во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю. Я также еще хочу кое-что вам сказать. Правду о дьяволе. Многие люди, они питаются баснями, бабушкиными рассказами. Если вы хотите понять духовный мир и понять происхождение демонов, бесов, проклятий, исцеления Бога, то это только Божье Слово. Давайте вот узнаем сейчас правду о дьяволе. Что говорит Слово Божие о нем? Колоссянам 2 глава с 13 стиха. Написано так. И вас, то есть и вас, которые были мертвы во грехах. Мы все до Христа, мы все были мертвы во грехах. Мы все были прокляты. Мы были грешники. И даже если вы более-менее нормально жили, ваша душа, она все равно была черной. Ваш дух, он был мертв для Бога. И вы, конечно, поддавались всем атакам сатаны. Так написано в Писании. Во грехах, в необрезании плоти вашей. И тут написано, и оживил вместе с ним. Но нас Бог оживил вместе с ним, вместе с Иисусом Христом. В тот момент, когда вы призвали Иисуса Христа в свою жизнь, он вас оживил. Вы теперь стали живые для Бога во имя Иисуса Христа. И тут написано, простив нам все грехи. Это Божья милость, что Бог простил все твои грехи. Нам всем. Аллилуйя. И тут написано, простив нам все, все грехи. Вы знаете, если в Слове Божьем написано слово все, это переводится, значит, все. Абсолютно все. Все твои грехи были прощены во имя Иисуса Христа на Голговском кресте. В тот момент, когда Иисус Христос висел на кресте, вот тогда все грехи мира вошли в него. И он умер и воскрес. Аллилуйя. И тем самым ты получил полное прощение от всех своих грехов. Вот прямо сейчас. Получите эту свободу во имя Иисуса Христа. Пусть всякое чувство вины уйдет. Осуждение, ложное осуждение уйдет прямо сейчас. Потому что Господь вас не судит. Он простил все ваши грехи. И написано, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Вот все, что было против тебя в духовном мире, все, что имел дьявол на тебя, весь вот этот список, теперь у дьявола ничего на тебя нет. Только лишь твои мысли, только лишь то, что ты сам считаешь. То есть, если вы считаете себя, что дьявол имеет доступ к вам, вот это и есть дверь для него. Если вы закроете ее, как? Мыслями своими. Вы должны закрыть и осознать. У дьявола ничего против меня нет. Потому что Иисус простил все мои грехи. Весь список, который был против меня, он его пригвоздил к Голговскому кресту во имя Иисуса Христа. Он его аннулировал. Вы должны это знать. Вы знаете, вот, может быть, слышали такое выражение «открытая дверь для дьявола». Что это такое за дверь? Конечно, самое главное – это осуждение, это чувство вины. Если вы себя вините, осуждаете постоянно, да, ну, это говорит о том, что вы истины не знаете. Вы должны осознать, Бог вас не осуждает. Потому что Иисус стал умилостивлением за наши грехи, не только наши, но грехи мира всего. Понимаете, все, что было против тебя у Бога и у дьявола, все это аннулировано во имя Иисуса Христа. Весь гнев на себя взял Иисус Христос. Все. И теперь с этим покончено. Бог не гневается на тебя, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей. Властно подверг их позору. Написано, он взял его от среды, этот весь список, который был против тебя, пригвоздил ко Христу, отняв силы у начальств и властей. Это самый высокий ранг демонов. Каким способом? Пригвоздив этот список, который был против тебя, ко Христу, его уже нет. Понимаете? Соответственно, если ты сам в мыслях своих достаешь вот этот список, и некоторые люди пишут еще против себя, сами свидетельствуют. Как? Считая себя грешниками, проклятыми, недостойными, нечистыми. Вот, вы этот список заново пишете. Понимаете? Его не Бог пишет. Пишите его вы. Но Иисус Христос полностью взял силу у начальства и власти. Отобрал ее тем способом, что он простил нам все наши грехи. Поэтому, дорогие друзья, давайте примем прямо сейчас свободу и закроем все двери для сатаны в жизнь свою. Все двери абсолютно. Прямо сейчас примите полную свободу. Примите прямо сейчас, что вы прощены во имя Иисуса Христа. Господь не помнит ваших грехов. Понимаете, что значит все ваши грехи? Я вам сейчас скажу. Это прошлые, настоящие и будущие ваши грехи. Даже будущие прощены. Почему? Бог висел на кресте. Прошло уже 2000 лет. Именно тогда он простил ваши грехи. Когда вас даже еще и не было. Он уже в будущем простил ваши грехи. Соответственно, сейчас даже в будущем ваши грехи прощены. Это не дает ни в коем случае вам право, конечно же, грешить. Почему? Потому что вы разрушите жизнь свою вот этими грехами. И он не вменяет теперь нам никакие преступления. Почему? Потому что Иисус Христос, он забрал все наши грехи. Произошло замещение. Иисус за место нас пострадал. За место нас умер. Вы должны вот это знать, дорогие друзья. Но самое главное, что еще хочу сказать. Что у дьявола нет никакой силы. У многих людей в мыслях дьявол сильнее, чем Бог. Понимаете? Они боятся дьявола, они боятся что-то делать, боятся неправильно что-то сказать. Они боятся, что против них колдует. Кто-то считает, что их проклинают. Вот прокляли. И все. Вот это проклятие действует в вашей жизни. Вы должны понять, что у этого нет силы. Сила приходит от вас. Вы ее отдаете сами своим невежеством. Когда вы считаете себя, что Бог вас не простил, что Бог вас осуждает, что вы прокляты. Вот этим вы отдаете силу сатане. Но сам Господь забрал силу у начальства и власти. У них нет силы абсолютно никакой. Вы должны знать истину. Дьявол действует против вас в вашей же силе. Именно в вашей силе. Давайте это остановим во имя Иисуса Христа. Узнайте истину прямо сейчас. Познайте ее. Соединитесь, что вы прощены. Что дьявол не имеет никакой силы над вами. Но кто сейчас имеет силу? Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Тут говорит Иисус Христос. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Примите прямо сейчас силу, которую нам дал Иисус Христос. Он отнял силу у начальств и властей. И он теперь дал ее нам. Вы должны знать, что вы намного сильнее дьявола. Что дьявол вас боится. И вы должны это именно осознать и принять. Вам не надо бояться никаких проклятий. Вам не надо бояться, что против вас кто-то колдовал или колдует, или что-то говорит. Это на вас влияет тогда, когда вы в это верите и считаете, что это имеет власть над вами. Но если вы верите, что Бог вам дал власть над всею вражьей силой, и ничего вам не повредит, ничего, ни колдовство, никакое проклятие, ни бесы вам не могут повредить во имя Иисуса Христа. Примите прямо сейчас Божью власть. Примите истину прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И я хочу сейчас с этой властью и силой помолиться за каждого из вас. И потом вы будете сами молиться за себя. Я останавливать всякое угнетение, останавливать сатану и также изгонять его из других людей во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью силу прямо сейчас на вас, на тех, кто смотрит нас. Я останавливаю всякое демоническое давление прямо сейчас. Я останавливаю дух страха. Я его разрушаю прямо сейчас. Я останавливаю всякое уныние, депрессию, всякое поражение вашей жизни во имя Иисуса Христа. Я останавливаю нищету, неудачи вашей жизни, остановленной прямо сейчас этой властью, которую дал нам Господь Иисус Христос. Я останавливаю всякое демоническое влияние над вашей жизнью и вашим разумом и вашим телом во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю прямо сейчас Божью силу. Я провозглашаю полную свободу в вашей душе, в вашем теле во имя Иисуса Христа. Сейчас, Дух Святой, коснись каждого. Я высвобождаю Божью жизнь в каждую клетку вашего организма именем Иисуса Христа. Сейчас будьте свободны. Сейчас я провозглашаю, что сам Господь, Он вас освободил. И если у вас есть какие-то болезни в вашем теле, во имя Иисуса Христа, сейчас будьте исцелены. Я сейчас разрушаю всякую болезнь в вашем теле. И я говорю, что вы исцелены ранами Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой наполни каждого. Я высвобождаю Божий мир, высвобождаю радость в Духе Святом, высвобождаю его покой. И Божие присутствие сейчас наполняет вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами. Оставайтесь, смотрите, и Дух Святой сильно вас благословит. Аминь.